На днях в эфире одного из федеральных каналов были озвучены данные мониторинга, проводившегося представителями Общероссийского народного фронта. Речь шла о региональных операторах, выигравших тендеры на уборку мусора, с которыми заключены контракты на миллиарды рублей. Проверяющих смутило то, что по всей России у многих компаний в этой сфере, в числе которых была и одна дагестанская, очень мало сотрудников. Один, два, пять, а то и вовсе ни одного. В то время как работа им предстоит масштабная. Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Набиулла Карачаев согласился ответить на наши вопросы о мусорной реформе в Дагестане в качестве гостя программы. Набиулла Абдулманович, добрый день. Добрый день. Мы сегодня на берегу Агёля. Место выбрали не случайно. Озеро знаковое, которое чуть было не исчезло с карты, могло стать жертвой экологической катастрофы, в том числе потому, что его берега засыпались мусором. Мусор станет и главной темой нашей сегодняшней беседы. Вы знаете, что прошла информация о том, что один из дагестанских мусорных операторов выиграл конкурс на 6 миллиардов рублей и не имеет при этом ни одного сотрудника. Насколько она соответствует действительности? И вообще как отбирают этих операторов? Каковы их функции? Что они будут делать? На самом деле мы сейчас находимся, вот видите, на берегу озера Аггёль. За этот Аггёль мы бились конкретно, чтобы его сохранить. Вот сейчас в данный момент вы видите, вот рыбаки здесь рыбу ловят. Ну, значит, вода чистая. Вода чистая, птица здесь вот появилась, видите, вот птица появилась здесь. Раки у нас здесь есть, мы рыбу запускаем сюда ежегодно. Поэтому я считаю, вот это уникальное озеро, которое мы сохранили на территории города Махачкалы. Ну, провели экологическую реабилитацию этого озера. Планируем вокруг озера создать парковую зону и тем определить уже границу, чтобы дальше уже не засыпали это озеро. Насколько я знаю, стоки канализационные тоже сюда выходили? Все канализационные стоки были направлены сюда. Вот мы перенаправили городскую канализацию. Вот кроме этого мы определили границы сейчас этого озера. Здесь 103 гектара, а было 200 гектаров. Вот годами засыпали, вот видите, вокруг озера все это построили в свое время. Но сейчас вот глава Республики Дагестан Владимир Абдуалевич поставил задачу вокруг озера Агель создать парковую зону для горожан города Махачкалы и не только для горожан, да, Махачкалы? Ну, как вы думаете, в какой перспективе это будет сделано? Это вот, вы знаете, я думаю, что в этом году мы будем делать проект, а в следующем году можно уже приступить к этой работе. И при этом, вот мы главным архитектором Республики Дагестан, Министерством строительства и другими заинтересованными структурами обсуждаем, при этом не засыпая озеро, создать парковую зону вокруг озера Агель. Ну, все-таки вернемся к мусору, что касается наших операторов по сбору твердых бытовых отходов. Кто их отбирает? Как они должны работать? Кто должен контролировать их работу? Как этот процесс построен? Вы знаете, отбирало Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Занимался этим вопросом министр природных ресурсов. Есть законодательство. Согласно законодательству мы объявили конкурс на выбор операторов на территорию Республики Дагестан в 2018 году. Разделили Дагестан на 6 зон. У нас получилось Северная 1, Северная 2, куда входит Хасавюрт, город Кизляр. И Хасавюртовский район, естественно, Кизлярский район там и так далее, Северная зона. Потом Центральная 1, Центральная 2, куда входит Махачкала, Каспийск, Буйнарский район, город Буйнарский, Юртусский район, город Кизляр. И горная зона, Исбербаш и все горные зоны, Карабдахкенский, Левашинский, Сергакалинский и так далее, еще выше. И южная зона, город Дербен, Дагагни, и вся южная зона до границы азербайджанской территории. Значит, объявили конкурс, выставили на сайте Министерства экономики Российской Федерации, Минприроды Республики Дагестан, объявление Рео Дагестан, ГТРК, РГВК. Все это происходило очень прозрачно. И подавать туда документы и стать победителем мутные компании не могут, потому что там есть все расписано. Но почему так мало сотрудников? А как же они будут справляться? У компании «Лидер» на сегодняшний день работает в центральной зоне 350 человек. А официально, это мы покажем по налоговой инспекции, да? Компания, она и своих имеет право иметь сотрудников, они имеют право и привлекать людей, да? 130 единиц техники работает сегодня в центральной зоне. Кроме этого, они оплатили 100 миллионов рублей, 20 новых мусоровозов закупили. Эти мусоровозы уже часть приехала, часть приедет буквально в течение недели. И мы это тоже покажем, эти все новые машины. Мы выбрали этих операторов, подписали с ними соглашение, утвердили тариф. И 1 января по указу президента Российской Федерации приступили к этой работе на территории Республики Дагестан. Из 85 субъектов, 15 субъектов вообще не приступило, не смогли это сделать. 57 субъектов приступило частично, а мы приступили на 100%. По центральному телевидению и других средствах массовой информации появилась информация, что на территории Российской Федерации появились мутные операторы. Хотя для меня это слово непонятно, что такое мутные операторы. Появились мутные операторы, в том числе Республика Дагестан. И Дагестану выделили 6 миллиардов рублей для того, чтобы мы здесь организовали работу. Ни одной копейки денег Дагестану никто не выделял, это заявляю ответственно. Ни одной копейки денег Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Дагестан на эти цели не заложены. Ни одной штатной единицы в связи с переходом на эту работу и полностью переданы полномочиями министерству. Ни одной штатной единицы тоже не добавлено. Вот мы, взяв эти полномочия на себя, 1 января с этими региональными операциями приступили к этой работе. Хорошо, как будет организована эта работа? Теперь, что в ход их полномочий? Это сбор мусора, транспортировка мусора, обработка мусора. Обработка, это означает, что все, что полезное в этом мусоре есть, надо его забрать. Ну, условно, чтобы понятно было, для простых людей, картон отдельно, пластик отдельно, стекло отдельно, бытовые отходы отдельно. Для вторичной переработки? Да, для вторичной переработки. Но у нас же нет завода, а как это вывозиться куда-то будет? Да, вот для вторичной переработки. Есть указ президента Российской Федерации, называется «Национальный проект «Экология». Он подписан 7 мая 2018 года, номер 204. В этой программе, в этом указе «Экология» есть два направления. Это федеральная программа «Чистая страна» и федеральная программа «Обработка твердых коммунальных отводов». Вот мы подали заявку и в ту программу, и в эту программу. Значит, федеральная целевая программа «Чистая страна» — это ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Вот то, что там годами накопилось, махачкалинский мусор, каспийский мусор и в других городах мусор, вот это мы до 2024 года должны ликвидировать, где проживает 1 миллион 360 тысяч человек. Кроме этого, мы должны на территории Республики Дагестан в течение 2019-2020 года установить 8 мусоросортировочных комплексов, которые будут обрабатывать... Ну, это очень большая работа, конечно. На этот год мы заложили деньги. 5% от республиканского бюджета и 95% федерального бюджета. И на следующий год заложили. Вот мы сейчас... Но пока физически денег нет. Ни одной копейки. Ни одной копейки. И эти деньги не идут региональным операторам. Эти деньги идут в республику. И мы республику будем сами закупать, сами будем это все устанавливать. И вот мы обсуждали с главой республики Владимиром Абдулевичем. Мы приглашаем сюда министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, для того, чтобы обсуждать эти вопросы. Туда входят и вопросы мусора, и обеспечение чистой питьевой водой республики Дагестан, населения республики Дагестан. То есть какая-то дополнительная помощь может понадобиться от федерального центра. Конечно, конечно. И экологическая реабилитация озер и рек на территории республики Дагестан. Теперь переходим к нашим региональным операторам. Одной из компаний, которая там была официально заявлена, компания «Лидер», которая работает в Махачкале, Каспийске, Буйнацке, Кизильоке. Что у этой компании не работает ни одного человека. Откуда они эту информацию взяли, я не знаю. К нам никто не обращался. К региональному оператору никто не обращался. Я позвонил сопредседателю ОНФ по республике Дагестан, депутату Народного собрания республики Дагестан Узда Азию Мухтаров. Я вам скажите, пожалуйста, откуда вы взяли эту информацию? Мы эту информацию нигде не врали, мы такую информацию никуда не давали. Я звонил в Москву, никак не могу до них дозвониться. Но при этом мы тут же направили туда письмо. Кроме этого, вы видите, мы в Махачкале, Каспийске, в других городах занимаемся обустройством контейнерных площадок. Приводим площадки в порядок. Мы устанавливаем там евробаки. Для раздельного сбора. Для раздельного сбора. Вот как раз об этом хотел поговорить. Как приучить наш народ к этому. Это ведь целая культура. Люди не привыкли к этому. И надо какую-то разъяснительную работу проводить. Потому что они продолжают в эти баки, которые предназначены, все равно сбрасывать все как по старинке. Вот как мы хотим эту работу организовать. Вот мы главой Ленинского района с Алхазово определили две площадки на Шамиля 55. Площадки закрытые. Закупил это все региональный оператор. Контейнер, все закупил региональный оператор. На Шамиля 55 установили две площадки. Поломали старую площадку, поставили новую. Теперь подходите, нажимаете ногой, крышка открывается. Там написано картон. Здесь написано пластик. Здесь написано бытовые отходы. А здесь еще поставили баки. Пожалуйста, не выбрасывайте остатки хлеба. Положите, пожалуйста, сюда. Все. Открыли. Люди приходят, интересуются. Мы уехали. Ни с одним человеком мы не говорили для того, чтобы там люди делали раздельный сбор. Это была первая площадка, которую мы запустили по раздельным сборам. Теперь я говорю своим коллегам, надо ездить ежедневно смотреть. Мы же открыли его. Мы показали всем махачкалинцам, всем дагестанцам, чтобы там четко, вовремя вывозили мусор. Не раздельный мусор, а просто мусор вывозили. Так коллеги приходят, говорят, там раздельный мусор. Как раздельный мусор? Мы же там ни с кем не разговариваем. Да, там раздельный мусор. Я приезжаю через 2-3 дня туда, открываю. Где картон, там картон. Где пластик, там пластик. Где бытовые отходы, бытовые отходы. Где хлеб, хлеб. Звоню Алхазову, главе Ленинского района. Он говорит, да, говорит. На самом деле это так. Тогда мы собрали жителей этого района в школе. Там рядом находится школа. Собрали детей. Собрали учителей, преподавателей там. Пообщались с ними. И тогда я понял, что ни они не готовы к этому. Оказывается, я как министр к этому не готов еще. И мы тут же решили, все площадки, которые оборудуют, приводим в порядок, тут же устанавливают баки, и там определяют уже это раздельный мусор. Это картон, это, да, конечно, за один день это невозможно. Но это работа в перспективе какое время займет? Когда весь город охвачен будет? Конечно, мы вообще хотим в этом году завершить Махачкале, Каспийске, обустройство всех контейнерных площадок. И в этом направлении мы ведем очень серьезную работу. Вот мы с главой города, Салман Кадьяковичем, уже провели два совещания. Значит, схема размещения контейнерных площадок – это за главами муниципальных образований городов, районов. Обустройство контейнерных площадок за ними. Если бы это было за нами, мы могли бы сейчас полно, мы не имеем права. Они нам должны определить места. Вот я пришел, захотел сделать площадку. Человек придет и скажет, уважаемый, извини, это моя земля. Это муниципальная земля, допустим, там, республиканская земля, частная земля, там, и так далее, и так далее. Поэтому мы провели с ним совещание, расписали. До 10 апреля мы в Махачкале будем знать схему всех контейнерных площадок. Ну, это совсем скоро уже. Да, да, совсем скоро. И он, глава города, Салман Кадьякович, он заложит сейчас деньги на обустройство этих площадок. А региональный оператор везде будет устанавливать евробаки. Техника у нас есть. Мы еще новую технику закупили для того, чтобы эти евробаки можно было вывозить. И с другой стороны, да, что будем делать с мусором? Дело в том, что у нас здесь в очереди стоят уже предприниматели. Ставропольский край, Ростовская область. Где уже есть заводы. Да, где есть заводы. Они приехали ко мне и говорят, мы готовы у вас закупить картон, пластик, бой, стекло. Не обязательно, чтобы это стекло было целостным. Нет, бой, стекло мы готовы. Жестяные банки там, пластмасс и так далее, и так далее. Мы, в принципе, если устанавливаем 8 мусоросортировочных комплексов, мы охватываем миллион тонн мусора по территории Республики Дагестан. Этого хватает? Этого хватает. И кроме этого, вот мы определили площадки в Тюбе, в Туркалинском районе. Там построят завод по переработке мусора. У нас там есть земля, у нас есть там инфраструктура, дорога, вода, электроэнергия, железнодорожная ветка. Мы готовы. Мы идем в правильном направлении, я считаю. И я своим коллегам говорю и всем говорю, никто за нас это не сделает, мы это сделаем. И хочу сказать, региональный оператор, который работает на территории центральной зоны Лидер, считаю, что редко где есть, вот как сейчас это идет работа. Потому что я общаюсь со своими коллегами СКФО, они наоборот у меня спрашивают, как вы это все там организовали, эту работу. Процесс сложный, для организации сложный. И кроме этого, вот посмотрите, вот сбор денег практически, практически сбора денег нету в республике. Январь прошел, сбора денег нету. Несмотря на это, по Махачкале на 25% компания Лидер подняла зарплату. За январь месяц люди зарплату получили, за февраль месяц люди зарплату получили, мусор вывозится, да. Вот Махачкалинскую свалку привели в порядок, там техника работает постоянно. Каспийскую свалку потушили, Махачкалинскую свалку потушили, другие свалки потушили, работа идет. И при этом я хочу задать движению ОНФ, Общероссийский народный фронт, который объявляет, что этой компанией никто не работает, что с космоса люди приехали сюда, организовали эту работу. Но прежде чем сделать какое-то заявление, надо же обратиться в правительство Республики Дагестан. Я не говорю уже даже главе Республики Дагестан. Правительство Республики Дагестан позвонит в министерство, переговорит с министром. Сказать, что у нас вот такие-то данные есть, соответствует это действительности или не соответствует действительности. Или хотя бы зайти на сайт Минприроды РД и посмотреть, эта работа как идет. Но эта же работа же идет. Если вы представьте, в миллионном городе не вывозит мусор, что здесь будет? Здесь же мусорный коллапс был в течение двух дней. Два дня достаточно для того, чтобы был мусорный коллапс. Ну, уже видели, не коллапс, но... Да, да, мы видели. И кроме этого, когда 30-31 декабря глава Республики Владимир Анатольевич проводил совещание, он говорил, обращаясь к главам муниципальных образований, министру природного ресурса и экологии Республики Дагестан, настают эти праздничные новогодние дни. И обычно в эти новогодние праздники бывают мусорные коллапсы. Не только у нас, а и другие. Обратите внимание, да ничего не было. Мы наоборот, то, что в декабре месяце те бывшие операторы, которые уже знали, что с 1 января работать не будут, мы наоборот вывезли весь мусор. В избирбашьем городе оператор, который там работал, он знал, что 1 января уже работать не будет. Он 30 декабря всю технику свою забрал. И все баки из города забрал. Так региональный оператор туда зашел 31 декабря с транспортом, с баками, установил там 400 баков. Работают люди. Председатель правительства выехал туда, Артем Алексеевич, потому что знал, что там обстановка напряженная, и глава ушел, новый глава пришел. Объездили с ним, посмотрели, все чисто, все вывозится, обустраиваются площадки. Вот с 1 января, как мы начали заниматься этим вопросом, я практически объезжаю весь Дагестан. Со всеми главами городов и районов встречаюсь. Основной упор пока сделан на города. Мы в Хасаюрте делаем площадки, Киздаре делаем площадки, Кизельюрте делаем площадки, Буйнаске делаем площадки, Дагагнях делаем площадки, Дербенте делаем площадки, Каспийске делаем площадки, Махачкале делаем площадки. Так задается вопрос, а до этого делали? Никто же их не делал. Теперь мы делаем, почему? Потому что я это направление держу под личным контролем. Встречаюсь, говорю, региональный оператор вместе с нами. Конечно, кроме этого, мы должны организовать сбор денег. Если сбор денег мы не организуем, тогда региональный оператор не сможет развиваться. А кто будет эти деньги принимать? Принимает региональный оператор сам. Он может принимать... Есть разные направления. Вот, допустим, в Дербенте, там есть РКЦ, который работает. Они с ними заключили договор, когда люди платят за свет, за газ. Но это оптимальный вариант. Да, один из вариантов, который сделан. Да, мы это направление и в Махачкале обсудили, и в Каспийске обсудили. Это тоже наша ответственность. Мы должны довести до людей. Мы должны людям показать, как мы работаем, что по-новому будем работать. И я уверен, что наши люди к этому готовы. Нам, чиновникам, надо двигаться вперед. Ну, еще хотелось бы такой вопрос задать в завершение. Вы сказали об экологической реабилитации, что есть специальная программа. Вообще, какие шаги предусмотрены в рамках ее реализации? На самом деле, Дагестан – это водная республика. Мы входим в десятку самых водных субъектов Российской Федерации. У нас Каспийское море, вы знаете, да, 500 с лишним километров. У нас более 650 озер на территории республики Дагестан. У нас проходит более 4000 рек. И у нас, у нас в горах находятся 132 ледника. Это богатство большое. Это огромное богатство республики. И мы даже выпустили, не мы, а Всемирный фонд охраны дикой природы, они выпустили книгу, называется «Ледники Дагестана». Вот мы даже, когда говорим, там, более 4000 рек протекает по территории республики Дагестан. Просто, если задумаешься, откуда эта вода идет? Вот идет, потому что у нас там есть в горах ледники. Да, дожди идут, там понятно. У нас идут поверхностные воды, идут подземные воды тоже. Очень много. И вот произошло в республике какое-то определенное время экологическая катастрофа. Люди начали перекрывать реки. Люди начали сушить озера. Ну, когда контроль сейчас? Вот, пожалуйста, пример, вот озеро Агель. Вот в двух километрах от озера Агель, грозевое озеро, да? Мы еле-еле это сохранили. Практически застроили уже? Если бы, если бы, вот не моя позиция как министра экологии, да, и не поддержка министра МВД Абдурашид Магомедовича, которого я два раза был на приеме, когда вот этот беспредел шел, да, он закрепил за мной людей. Мы создали комиссию. Вместе начали работу. Приостановили вот этот весь беспредел. Возбудили они уголовные дела. Подали документы мы на, на то, чтобы отменить вот это через администрацию, да? Многие участки отменили. Многие еще находятся на рассмотрении. Вот это беспредел остановили. И то же самое происходило. Малая Турали, Большая Турали, где в сторону аэропорта, да? Там тоже шло. Там тоже остановились. Там тоже запустили воду. Озеро Аджи в Каякенском районе. То же самое. Там тоже запустили воду. Восстановили озеро. Тысячи гектаров. Соединили с Каспийским морем. Муравейник восстановили. Сулагскую бухту сохранили. Занимаемся сейчас Южным-Северным Аграханом. Занимаемся Аракумскими дизитерскими озерами. 36 тысяч гектаров. И сейчас вот мы каждый год какое-то берем озеро и по федеральной целевой программе проводим экологическую реабилитацию. Сейчас занимаемся тереком. Возвращаем его в старое русло для того, чтобы Зенковский, Ждановский, Сирождиниевский канал туда пустить в воду Паракумские и Нижнетерские озера. Это наше богатство. Вы представьте, 50 тысяч гектаров озера. Это Аграханский залив, да? Южный-Северный. 36 тысяч гектаров Аграхумские и Нижнетерские озера. Вот летишь там на вертолете, конца края нету этим озером. Это и рыба, это и туризм, это и вода чистая. Это вот вы правильно сказали. Это туризм, это деньги, это рыбопромысловые участки, это восстановление биологического разнообразия, это восстановление шелковых перелетных птиц, которые к нам прилетают со всего мира. У нас прилетают краснокнижные птицы. Мы выпустили трех краснокнижных сапсанов в Кайкинском районе. Они привезли с Ямала, Неницкого округа, где пожар был в лесу, их там спасли и не знали, где выпустить. Сказали, лучше места Дагестана нету, давайте туда. Не улетят они отсюда? Да, не улетят, они у нас. Вот посмотрите, 44 завода закрыли. Экологическая катастрофа была в республике. Между Махачкалой и Каспийском 24 завода. И по республике 20 завода. Кирпичные вы имеете в виду. Уничтожали плодородный слой почвы. Вырали котлованы. 20 раз превышало выбросы в атмосферу. Люди жаловались, дышать не может. Раком болеют люди. Туберкулезом болеют люди. Дышать нечего. Вот это весь предел. Задача не стоит, просто закрыть. Перейти на современный уровень работы. Сейчас эта работа идет уже? Конечно. Лично сам глава республики, Владимир Абдулевич, год назад собирал всех директоров кирпичных заводов. Мы даем вам возможность работать год. Но вы в течение года должны перестроиться. Никто не перестроился. Закрыли. Теперь у меня приемные очереди стоят. Дайте нам возможность работать. Мы говорим, пожалуйста, мы вам дадим земельные участки. Мы подведем вам инфраструктуру. Мы вам дадим места, где мы определили моногорода. Город Каспийск, город Дагагни. Где вы в три раза меньше будете платить налоги. Но все должно быть на современном уровне. Другого подхода не будет. Вот сами вы видите, что в республике идут очень большие перемены. Но пора переходить на цивилизованные рельсы везде. Поэтому я как министр природного и экологии республики Дагестан я занимаюсь сегодня твердыми коммунальными отходами. Переход. Это сложнейшее направление в республике. Это же не в одном городе. Это по всей республике. И занимаемся вопросом... И это то, что сразу видно. Потому что это скрыть невозможно. И занимаемся вопросом, где в течение 20-30-40 лет вообще ничего не делало в стране. Вообще абсолютно... Это не я говорю. Это говорит президент Российской Федерации. Что ничего никто не делал. Вот нам досталось это наследство. Теперь мы этим занимаемся. И будем заниматься. Кирпичные заводы. Карьеры. Негативное воздействие паводковых вод. Дагестан входит в десятку самых опасных паводковых республик. И мы ежегодно ликвидируем это все. Вот показывают по телевидению. Там затопило. Здесь затопило. Здесь, там затопило. Слава Аллаху. У нас спокойно. Даже Владимир Абдулевич говорит. Постучи, пожалуйста. По столу. Да, обязательно. Но мы делаем все для того, чтобы этого не было. Хотя у нас очень много проблем, связанных с этим. Есть 4 тысячи рек проход по территорию, который меняет постоянно русло. И люди там строят дома, здесь строят дома. Школы попали под опасные зоны. Газопроводы попали. Дома. Все держим под контролем. Ну, желаю вам успехов в вашем хлопотном хозяйстве. Спасибо. Удачи. Вам спасибо огромное. Спасибо большое.